Здравствуйте, мои замечательные ученики! Начнём наш урок. Откройте свои рабочие тетради и запишите 13 апреля, классная работа. Тему урока вы сформулируете сами. Оставьте для неё пустую строчку. А мы начнём с повторения изученного ранее материала. Итак, ребята, запишите себе в тетради «Выборочная работа». И задание будет следующее. Из данных слов выписать существительные, которые имеют форму только множественного числа. Итак, ребята, 4 минуты. Поставьте запись на паузу и приступайте. Проверим себя. Вот такие слова вы должны были написать. Ворота, очки, тиски, чернила, опилки, весы, хлопоты, макароны, горелки, грабли. Ребята, если вы допустили ошибку, исправьте её сейчас. Если вы написали без ошибки, оцените свою работу. Поставьте себе оценку за эту работу. И идём дальше. Итак, ребята, посмотрите внимательно на поэтическую строчку. У плетня заросшая крапива обледилась ярким перламутром и, качаясь, шепчет шаловливо «С добрым утром!» Итак, ребята, ваша задача – выполнить следующее задание. Первое – записать схему предложения с прямой речью. А второе задание – выписать в тетрадь все имена существительные, определив их рот и число. Я предлагаю это сделать в столбик. Итак, поставили на паузу и приступили к работе. Проверим себя, ребята. Итак, схема должна выглядеть у вас таким образом. Слова автора, двоеточие, прямая речь с большой буквы в кавычках. Так как предложение с прямой речью по цели высказывания не восклицательное, по интонации не восклицательное, по цели высказывания не вопросительное, значит, у нас точка ставится «за» кавычками. Итак, ребята, и второе задание. Вы должны были выписать следующие предложения. У плетня – это существительное в мужском роде единственного числа. Крапива – существительное в женском роде единственного числа. Перламутра – существительное в мужском роде единственного числа. И утро – существительное в среднем роде единственного числа. Следующее задание такое. Подумайте, ребята, и ответьте. Можно ли от данных существительных образовать форму множественного числа? Какой же вывод мы сделаем? От данных существительных форма множественного числа не образуется. Значит, продолжаем делать вывод. В русском языке существуют имена существительные, которые имеют форму не только множественного числа, но и те, которые имеют форму только единственного числа. Это и будет темой нашего урока. Запишем ее в тетрадь. Имена существительные, запятая, которые имеют форму только множественного числа. И, ребята, традиционно давайте сформулируем цель нашего урока. Что мы должны на уроке узнать? Чему мы должны научиться? Итак, мы с вами сегодня познакомимся с именами существительными, которые имеют форму только единственного числа, научимся находить их среди других существительных и правильно использовать в речи. И следующее задание у нас на изучение новой темы – это распределительная работа. Чтобы нам легче было находить такие существительные, мы должны знать, к каким группам они относятся. Итак, ребята, в тетрадочке себе выписываем существительные, распределяя их по столбикам. Поставьте, пожалуйста, запись на паузу и приступайте к выполнению задания. Проверьте, ребята, себя, сравните с эталоном. Я предлагаю вам также оценить эту работу. Поставьте себе оценку, которую вы считаете нужной. Итак, ребята, какой же вывод мы сделаем? Мы уже с вами поняли, что в русском языке есть именно существительные, которые потребляются только в единственном числе. И к ним относятся существительные… Посмотрите в свои тетрадки еще раз. Обозначающие название какой-либо группы предметов. Сюда и люди относятся, ребята. Например, молодежь. Название веществ, название качеств или признака, название действий или состояния, а также географические названия и другое. И, ребята, задание вам уже знакомое. Я предлагаю вам вот эту вербальную информацию перевести как бы немножко в невербальную. То есть создать на основе текста в рамке схему и озаглавить ее. И вот такая схема получилась у меня. А что получилось у вас? Итак, идем дальше. Давайте мы сейчас посмотрим, как у вас получится употреблять существительные только в единственном числе в речи. Ваша задача сейчас подобрать к существительным антонимы. Но подбирать антонимы можно только из тех существительных, которые употребляются только в форме единственного числа. Я предлагаю вам самим выбрать вариант, который вы будете выполнять. И предлагаю вам небольшую информацию для справки. Вспоминаем, что же такое антонимы. Анти-против. То есть это слова одной и той же части речи, но с противоположным лексическим значением. Например, друг-враг. Итак, запись на паузу. И приступайте к работе. Ну что, ребята, все получилось. Давайте проверим. Коля, это работа самостоятельная, я думаю, что здесь обязательно нужно себя оценить и поставить себе оценку. Если вы не допустили ни одной ошибки, ставите пятерку. Если допустили одну-две ошибки, поставьте себе четыре. Ну а если больше, поставьте себе три. Следующее задание у нас будет отдельно для мальчиков и для девочек. Я предлагаю вам, опираясь на схему, составить предложение и записать его. Мальчики вспоминают рабочие инструменты, которые употребляются только в единственном числе, а девочки то, что они едят или пьют на завтрак. И это тоже должно употребляться только в единственном числе. Ребятишки, самопроверки здесь не будет. Мне просто интересно, как вы это задание выполните. Если вы испытываете затруднения, значит, нужно обратиться куда? Я думаю, в словарь. Итак, вот и подошел к концу наш сегодняшний урок. И рефлексию я хочу провести у вас следующим образом. Выберите, пожалуйста, любое предложение, запишите его в тетрадь и продолжите. Сегодня на уроке я узнал, что или урок помог мне, или урок был интересным, потому что, или после урока мне захотелось, и последнее. Мне очень нравится последнее предложение. Я хочу похвалить себя за... И, ребята, давайте запишем с вами домашнее задание. А домашнее задание будет такое. Вы открываете параграф 94 на странице 61, внимательно читаете теоретический материал, а потом на выбор выполняете упражнение либо 515, либо 516. И, конечно, ребята, в конце вашей работы классной выведите себе среднюю арифметическую оценочку за все, что вы сделали самостоятельно. Ну и жду я от вас смайлика. До завтра, ребята!